Всем привет! Мы продолжаем прохождение Pathfinder, Гнев Праведников. В прошлой части мы зачистили проблемные энкаунтеры на втором этаже и поднялись на третий. В процессе этого мы стали свидетелями безобразной сцены между Тонтоном, Вейном и Минагом. И кажется, кого-то из них мы сейчас будем убивать. Не знаю кого, Минага вроде для нас крутовато. Это Апаладин. Посмотрим, сломается он или нет. Но и впереди нас ждет один Минотаврик. А, кстати... А нет, это просто снизу. А, это Абрикандилу, который почему-то зеленый, которого еще не зарубили. Хотя мы уже тут несколько дней тут своем. Условности такие, условности. Итак. Вперед! Пошаг. Камелия, что ты скажешь по поводу... Усыпить. Камелия, молодец. Подбегаем. Подбегаем. Так, лошадь пока... Стоит. Молодой человек все еще спит. Молодой человек все еще спит. Так, лан. А я не слишком заморачиваюсь. Ну, хотя, с учетом того, что у него 115 хп... А сколько у тебя нормальной брони? Я не посмотрел. Но 23 силы это много. Так. Подойди, пожалуйста, тоже вближку. Ладно, уважим немножко этого молодого человека. Он должен выглядеть как босс, наверное. И до родного мы еще не побеждали. Так, камелия. Кинь на него сглазик, пожалуйста. Так. Сила. У тебя одна атака, да? Тогда добивай. Это не добивание? Ладно. Больно, но он промазал. Сокрушение добра. Бонус на попадание. Ладно. Аспас-броски у тебя хорошие. Давайте слепоту. Откидал. Защита от атак-касаний. Можно подумать, что у меня много... ...опций. Надо было бронительный бой выкинуть. Ну ладно. Такс. Давайте-ка мы еще больше всякой гадости на тебя повесим. Но, похоже, не вешается. Ладно. Такс. Надо тратить магию. Подходящий нет. Давайте снежок. Мимо. Не кастуем. Снимаем бронительный бой. Мы не можем атаковать с разбегу, поэтому просто атакуем. Так. Камелия тоже бьет. С разбега атаковать не можем, но можем просто рубануть. У тебя еще и устойчивость к магии. Ну ладно. Пробили. Снимаем. Снимаем. Как-то грустненько. Так, сеть журовля включен? Включен. Попали на единичку. Камелия. Очень плохо. И в него влетел крит. А! Ударили критом. Сработало крушение. Это способность боевого молота. И у нас сработала внечательная атака, потому что у нас есть аутфланг. Аутфлангом мы его и допили. Ну что же. Наверное. Тебе надо подлечить немножко. Ну что же. И теперь вперед. Нет, стоплутаем его. Дорочный топор и неинтересный доспех. Кстати, примерно как наш молоток у силы. Крушитель. Но большой и вручный. Идем вперед. Что здесь? Что символ может означать? Непонятно. Чек подвижности. А больше идти нам и некуда. Прошли. И страж камень уже вот-вот. Уже прямо близко-близко. И вот дверь. Нам, наверное, за нее. Так, это было украшение города. Да. Давайте посмотрим, что за дверью, чтобы понимать, что нас, в принципе, может ждать. А вдруг там какие-то мерзавцы. Дверь не поддается. Ну, значит, она откроется в самый неподходящий момент. Это 100%. Давайте я блесну. И активируем. Шагая в зал, где находится поверженный страж камень, крестоносцы могли бы ожидать чего угодно. Засады, смироносных чар и полчищ врагов. Но не того, что в зал окажется пуст и тих. Ни Минага, ни ее прихвестней. И шевелиск, и прихотливые облески света на грязном полу. Впрочем, нет. Не для всех здесь тихо. Айвинга снова слышит дневный хор. На этот раз голоса звучат громче, настойчивее. Шаг другой. И вдруг Айвинга видит страж камень совсем не так, как на древней назад. Не монолит, источающий свет, но кризис силы. То место, куда вдарил дискали, кажется гноящейся раной, от которой щупальца грязно-красной и лиловой тьмы расползаются по всему ртефакту. И теперь внутри бьются две рати пламенных существ. Одни из них светлые, другие крово-олые, но все они ждут чего. Давайте внимем глаз у светлых воинов. Светлые воины говорят о долге в служении и принесенных жертвах. Их речи открывают правду о страж камнях. В каждом из них заключено братство ангелов. Войны с ангелов добровольцы с небес, пошедшие на бесстрочное назначение, чтобы уберечь смертных от демонической угрозы. Они не жалуются, не просят облегчить их участь. Переложая им богини и ее герои снова сделать выбор, они сочли его за честь вновь перенести в жертву свободу. Ангелам известен главящий замысел Дискарри и его прислужников. Когда последний из светлых воинов падет, страж камень превратится в смертоносный заряд, уничтожающий все кругом. И прощи обелиски в цепочке повторят его судьбу. Они молят о помощи, просят покончить с их падшими братьями. Их, поддавшихся демонической скверни, уже нельзя спасти, но можно остановить. Чтобы страж камень уцелел, и светлое воинство продолжило службу. Кристаллический резец, наивный в руинах Кенавриса, идеальное оружие для этой операции. Он вырежет сквернулись теми, кто подался ей, и восстановит силу страж камню. Но у нас нет пути Иону. Давайте послушаем красных воинов. Алла и воины говорят о боли, лжи и разочаровании. Их речи открывают правду о страж камнях. Барьер, окружающий мировую язву, держится на свободе и страданиях множества ангелов. Каждую рану, нанесенную в страж камню, они воспринимают как свою. Боль сводит их с ума. Обманутые пустыми речами о долгие служения, они день за днем испытывают мучения ради неблагодарных смертных, которые даже не знают их имен. Довольно. Алла и воины знают, что их клинки, обращенные против бывших собратьев, приближают к торжествованию Скарри и его прислужников. Когда весь страж камень причинится бесскверно, он обратится в смертоносное орудие демонов. Одни пленники обелиска просят свободы, другие молят о смерти, но все сходятся в одном. Такое существование невыносимо. Кристаллический резец наидный уровень Акинавриса идеальное оружие для расправы. Он не может отобрать бель кем-то, кто хочет уйти, но может уничтожиться трожками вместо всеми его пленниками, вольными или невольными. Так победа не останется никому, зато вся не получит мертвосердную смерть, которая прекратит их мучения раз и навсегда. Ангелы разве умирают? Мне кажется, что это воплощение какой-то из чтей силы своего бога. Ну, то есть, это не люди. И что-то странное. Так, пути Иона у нас нет. Давайте примем решение. Итак, в руках героя. Судьба двух рать-ангелов, верных и падших, значенных в Старожкамне, а также судьба Кинавриса, а может и всего Мендива. Как он поступит? Чем бы ни был Кристаллический резец, его мощь велика. Он может уничтожить камень вместе со всеми обитателями или исправить его, истребив ангелов-отступников. Чего он его и не может, так это освободить одних и сохранить камень в целости для других. А где-то в глубине души героя хочет уже знакомый гнев, бесконечная ярость, неукротивая ненависть. Кто будет, если вы сводите ее здесь, у камня? Так, можно уничтожить камень со всеми обитателями внутри. Это доступно всегда, но... Я не вижу особого смысла так делать. Что нам это даст? Можно усмирить гнев аллах воинов, приложив им покой, или очистить камень, уничтожив падших небожителей. Есть опция пути Иона, и есть возможность высвободить демоническую ярость, но демонам мы не будем точно. Мы будем добрым ангелом, наверное. Давайте усмирим гнев аллах воинов, приложив им покой. Айвенга обращается к гневным аллам воинам, языком не слов, но намерений и стремлений. Измужденный ангел видит в ее душу сочувствие и обещание покоя. Когда-нибудь демоны будут отброшены, когда-нибудь мировая язва исчезнет, как ночной кошмар, в лучах весеннего солнца, когда-нибудь над Кеннаприсом засеет чистое синее небо. Тогда нужды в страшкомнях не будет, и их дозор будет окончен. Захваченные этим видением, алые воины опускают оружие. Всклонив голову, они произносят слово прощения и погружаются в сон. Вечный сон, который будет длиться, пока обещание не исполнится, и они не обретут свободу. Вечный сон, который будет длиться. Ну-ну. Рана, нанесенная Дескаре, в страшкану все еще зияет алыми отблесками, но распространение скверно останавливается, обелиск наливается живым исцеляющим светом. Крестоносцы добились своего. Сражение ангелов внутри первого страшкам не прекратилось, но гроза взрыва всей цепочки устранена. Конечно, это не означает безопасности в будущем. Совершенное однажды может быть повторено. Миндевцы больше не могут доверять дорогие медали, так же, как и раньше. Но сейчас опасность не навала. Итак. Я вижу черный экран, и сейчас должно что-то произойти. Как мне кажется. И у нас идет загрузка. Это площадь. Продолжение следует... Продолжение следует... Это леди говорит с шоу, который, видимо, ее ручной демон. Так, а кто это такой? И что они здесь делают? Так, они переоделись, и они пошли куда-то. Так, хорошо. Это было... Это прошлое. Это до нападения. Нападение... Так... Обжигающее воспоминание отпускает вас, и вы возвращаетесь из глубин памяти в день нынешний. Вы чувствуете дновение ветра на своем лице. Энергия, выброшенная в страшкам, снесла крышу серого гарнизона. Энергия в страшкам не наполняет вас, и сквозь вас течет к вашим соратникам. Какие интересные воспоминания. Я чувствую себя себя инфляцией с мощностью, как в баллоне. О, как у меня неизвестительный. Я должен исследовать этот пеноменон дальше. Что? Что ты делаешь здесь? А, я вижу. Триксы от твоей патительной демокрессии. Триксы от твоей патительной демокрессии. А у нас сейф будет хотя бы. Демоница со своей свитой выглядит внушительно, но сейчас ее угроза для вас. Пустой звук. Вы смотрите на нее, словно титан накопошащихся в ног муравьев. Вас наполняет неодолимая, всепобеждающая мощь. Какая еще демоница? Какие ворты бездны? Сейчас вы чувствуете, что могли бы наравно говорить даже с богами. Хочу быть трикстером, но решение уже принято. Сейчас ты ответишь за свои преступления. Я не думаю, я знаю, что на моей стороне сила. Я знал женщина, которая думала же самое. Это никогда не было ничего хорошего. Так, А что происходит? А какие? Ого! Нас в чем-то очень мощном пробафали. Давайте посмотрим. Светный ужин. Ладно. Сохрушительный удар. Ладно. Мифическая сила. Две дополнительные атаки на раунд. Так, я сделал скриншот, пожалуйста. Нет, я разверну даже. Так. А также мифический бонус плюс 5 к попаданиям. Атаки гонорируют возможность врага снижать урон, подтверждают крыльты и носят дополнительные 100% божественного урона. Первая атака наносит 4 до 6 божественного урона по линии или внутри конуса, в зависимости от ее типа. 100% укрепленность. Не знаю, что это. Снижение урона 10 и устойчивость 20 к кислоте, огню электрическому звуку. Заклинания не игнорируют устойчивость к заклинаниям и энергии, а враги проваливают все с возброски против них. Ну, короче говоря, как это было написано в Старкрафте, Power Over Helming. Отвечащие заклинания дают быстрое лечение на 5 раундов. Ну, короче, на заемной силе мы снесем их всех. Так, врок 9 уровня, и Минага, 17-й, 11-й. Но ей хана. Въезжаем. 27. А это баф только на меня или на моих союзников? Давайте посмотрим. Я же могу скелетов сомонить. Так, а смотреть скелетов мне не дают, да? Печально. Ну, ладно. Стоим. У него, по-моему, нет этого бафа. Да, скелеты здесь обычные. Так, что будет делать на него? Ну, не знаю. Давайте по вроку жахнем. Нормально. Половину здоровья сняли. Давайте плавающий другой по нему уже. Но не так хорошо, как хотелось бы. Так, лошадь, что будет делать? Этого демона большого. Но мы должны легко выиграть. Так, лан. Ничего не может сделать. Бывает. Вторая лошадь. А Венга тоже ничего не может. Но... Да, это без шансов для наших врагов. Проведение энергии. Так, что будет делать сила? Давай просто заруби ближайшего. Такс. Давайте еще одну огненную дугу. У Минага есть иммунитет к огню. Так, нам дали минус мудрость. Ну, ладно. Распали Бабау. Распали Бабау. Так, ну и пожалуй, что... Постреляй по Минагам. Не попадаем. Добей ближайшего демона. Давайте добежим. И побьем все-таки Минага. Так, что будет делать сила. Минус Бабау. А тут еще Инкуб появился. Ну, бывает. А, понятно. Это демоны, которые бегут навстречу. Ну, ладно. Давайте я подбегу тоже. Да, демоны. Все новые и новые прибывают. Ладно. Будем честны, если бы не Божественная Сила нас бы разорвали. Нас даже из Божественной Силы, наверное, разорвут. Бей, Минага. Так, у тебя есть быстрое лечение, да? Ого. Так-с. Так, где Минага? Так-с. Потому что мне явно надо бить ее. А не всех этих бесполезных демонов. А, Силу вообще убили. Ладно, давайте переиграем тогда. Ну, есть, конечно, ежу, что ее воскресят потом, но что-то пошло не так. Так-с. 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 покой. По замыслу это должно быть простое сражение. Судя по тому, как нас оббаффали. Ответишь за преступление. В общем, наша цель, видимо, это Минага. Дальше. Так, Минага от нас убежала куда-то так. Что будет делать Камелия? Ну, пока все атаки идут на Минага. Какие можем? Так, Эмбер. Давайте дугой. Ладно. Ладно. Просто стреляй по полной. Так, идеальный удар. Хотя, ладно. Просто стреляем пятью выстрелами. Так, лошади Нэнио ничего не могут, а Венгий ничего не может. Так, Сиоу начинают бить. Так, Сиоу до Минага не добирается. Сокрушение зла. Проведение энергии. Так, лошадь. А, лошадь все. Она все-таки не бессмертная. Куда сбежала Минага? Я до нее не доберусь, значит, разбираем в Ро-Кам. Почтим. Так. Вся группа ничего не делает. Так, что будет делать с Сиилом? Она просто в толпе демонов. Давайте мы их немножко подсократим. очень неприятно. Так, что будет делать, Камелия. Какие у нее вообще есть варианты? Так, ну давайте полещим Айвенга. Айвенга. Хотя, наверное, это не очень разумно, но ладно. Так, что будет делать уголек? Паминага дугу. Лан. Давай стреляй, Айвенга. Толком не попали. Так, что будет... Эм... Сила, покойник, ладно. Есть ощущение, что ее оживят потом или нет так и мы по-моему все равно проиграем сейчас даже с мифическими силами так куда такая сила теперь еще есть шанс искупить свою вину они исчезают так но давайте попробуем это пройти без смертей все-таки я хочу как я нежно люблю совокатов с их диалогами еще и сами проверками даже после босс файтов так давайте блес милость божества так у тебя небесная вуаль урон всем обстроенным существом в переделах 5 футов да хорошая штука что у тебя есть по бафам допустим на силу одна минута уровень хорошо тоже силе ускорение наверно попозже дам так а вот магическое облачение так у сил есть доспех плюс один есть щит обычный так все это верно удар стандартные действия и идеальный удар ага и 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 что же я думаю что у нас будет бой с палодином Потому что Минага для нас слишком крута. Но нас накачали Пайросами. И да, Минага мы можем затащить. Ответишь за свои преступления. Итак. Что будет делать Нэннио? Дай, пожалуйста, ускорение. Отлично. Отлично. Так, теперь Уголёк. Что есть у тебя хорошего? А путающее нам не нужно. У кого нет устойчивости к огню. На самом деле у всех есть. Давайте сфокусируемся на Минага. Так, что будет делать лошадь? Минага задели, это хорошо. Так, что будет делать Камерия? Усыплять смысла не вижу. Самонить кого-то тоже. Опутывать смысл тоже не вижу. Давайте к Бабау. Так, и он готов. Давайте вот этого Бабау. Тифлингов убили. Ну ладно, судьба у них такая. Так, идеальный удар. Пока мы стреляем. По Минага. Так, что ты можешь? Давай ты нас полечишь. Так, а теперь... Ключ, оборонительный бой. И сокрушение зла на Минага. Ну и пойдёшь к ней. Так, Айвенга. Так, Доминага, ты доберёшься? Ну, как бы относительно. Можно один раз ударить. Ничего боевого у меня нет. Но... Нету. Так. Самодовольство и Минага не осталось и следа. Теперь в её голосе дрожит паника. Паника не может дрожать, но ладно. И вот теперь, когда мы по красоте это разрулили, мы можем посмотреть, что происходит. Стоунтон, видимо, поменял своё мнение. И орёт, Минага, сюда. Ну, не знала она, но ладно. Ты сам только что её чуть не убил. Ну ладно. Стоунтон, не делай этого. Тебе ещё есть шанс искупить свою вену. Что... Так, что он тебе обещал за предательство? Драза? Неужели ты не понимаешь, что это обман? Стоунтон. 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 Так, что это ложь? Я хочу верить в ложь. Я уже много слышу с твоей. Твои ложи про обману и вероятность. И это, говорит, уголёк, который вроде сама не с 7 пядей во лбу, но, по крайней мере, она выглядит простушкой. Но она проводом. Тебе ещё есть шанс искупить свою вину? Ну? Я не обману тебя. Мы оставим это место вместе. Я буду идти, где мы можем счастливы. Ох... В final! Боже... Боже... Поехали! Столмался паладинчик. Демоница и предатель исчезают в магическом вариве. Вы чувствуете, как наполняющая ваше тело и душу энергия уходит. Она не покидает вас, а прячется куда-то вглубь, оставляя с собой маленькую толику небывалой силы. И понимание, что однажды вы сможете обладать чем-то несравнимо большим. Мы получили уровень мифического героя и встали на новый путь развития, независимый от уровня в классах. Мы и наши спутники будем получать магические способности или выбирать мифические черты каждый раз, когда будем получать мифический уровень. Они будут происходить в ходе прохождения сюжета. Так, а тифлинг... Тифлинги вроде живые, кстати. Хотя, по-моему, одного убили. Ну ладно. А говорить нельзя. Итак, давайте смотреть, что нам дают. Нужно выбрать мифический путь. Он сильно повлияет на поход дальнейших событий, но любой выбор верен. Так. Так. Мифический герой. Так. Я так понимаю, что у нас... Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Все закрыто. Есть ангел и демон. Так. Как я понимаю, ангела нам пока выбрать не дают, но, видимо... Ладно. Она не... В общем, видимо, ангелом мы станем позже. С первой англическию уровень краснаш выбирает свою первую способность возвышения. Она не предъявляет выбор, но источник силы и мифический путь взаимосвязаны. Так. Близзг к бездне. Близзость к небесам. Орудие свободы. Плеск к смерти. Потехи час. Принуждение к реальности. Демона, по идее. Ангела. Это, наверное, Азатты. Или Трикстера. Определенно Лича. Определенно Трикстер. И... Не знаю. Ну, да. Нам нужен ангел. Силу из добра. Мы можем получать... Так. Лучше способность вступать луч с небесного светов. Союзника или врага на расстоянии до 50 футов. Дистанционная атака. Касание. Ем. О, да. Лечит на 4 или 6. Плюс 2 до 6. На мемпический уровень. Носит также урона врагу. Два раза в день. Плюс 1. На мемпический уровень после первого. На втором мемпическом уровне. Это процентная атака ближе к ангелам. Получая устойчивость 20 кислот. Те и холода. Невоспоримчивость к окаменению. Ну, в общем-то, да. Лист к небесам. Мифическая способность. Безграничное исцеление. Так-с. Я, честно говоря, не готов к такому выбору. Прямо сильно не готов. Ух. Серьезно. Так. Home. Так-так-так. Что же взять? А-а-а-а. Так. Можно взять вторую тайну оракула. Какие есть опции? Так. Дополнительные заклинания. А-а-атор битвы. Снижение урона. Так. Легендарный размер. Гибельный разлом. Ветер. Волны. Терминическая мантия. Жизнь. Так. Тут всякие лечения и снятие статусов. Камень. Так. Вещи, связанные с нежитью. Огненные шары и прочее такое. Приводок. И природа у нас уже изучена. Так. Поводай под царем. Оставляем отдельную метку. Так. 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 Волятное проклятие. Можно взять проклятие, которое не дает нам штрафов. Так. Так. Ладно. Знаете? Сейчас. Знаете что? Я, пожалуй, подумаю об этом где-то в фоне. какие вещи для меня кажутся интересными так я слышал хорошие вещи про вдохновляющего лидера бонус по сброскам особенно действующим на разум это интересно так всегда готов это по идее хорошая штука плюс 2 внеочередные атаки и бонус на попал на броском и попадание урон хорошо да 1 не значит от промах ну такое у нас не часто единицы бывают скрыть извинность нет вторая тайна наверное интересно так долговременно заклинание не думаю что прям хорошей лучшей шутки нет мифические воодушевление так заклинание тени начисло заклинателя телепортироваться к союзнику так любое внутреннее состояние так что дает обильный чар плюс плюс понял четыре дополнительных слота такс пространственное воздаяние и тут есть куча вещей которые мы взять не можем очень много вещей вообще наверно мне пока что нравится вдохновляющий лидер всегда готов мифический зверь и обильные чары но над этим я пока я подумал позже так пока что надо полутать врагов и пойти дальше а тут просто выход кстати книгу для сказителям мы так и не нашли давайте посмотрим что нас ждет почему прошло восемь часов чтобы будет Мы сделали это вместе. Что произошло в гарисон, что вы делали, это было чудо. Я верю, что мы вернулись, и решили intervenir. Фев, ты согласен, нет серьезного дела сегодня. Все, 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 я закончу. Кто бы подумал, что мы проживали успешно на грей гарисон, нашим фортрессом, и что мы сделаем ручку. Это просто несложиданно. Пока мы о том, о том, о ручке, что вы уже были блесны от Иомида herself. И это ее силу принадлежит вас, что у вас уничтожили гарисон's walls и ручки. И получается, что люди хотят маленький кусок этого блески для себя. Таунсфолки собирают куски гарисона рубля как сувенирами и талисманы. И я уверена, что они будут вступать в блэк-маркет скоро. О, да. Вот, читай это мне. Эээ, добро пожаловать! Ну, на удачу так, на удачу. О, да. Я поставлю его на дисплее в доме. Или, может быть, я сделаю в блэк-маркет, и брюшу его как пендент. Неви! Что ты хочешь сейчас? Что ты имеешь в виду? Ты видишь много людей на этой табле, которые были лично блесны от Иомида herself? Ну, несколько, может быть. Иомида не блесны от стены. И, как общественные офицеры, мы действительно не должны быть. А кто это? Я чувствую, что ты говорила про общественные офицеры. Но я сам получила несколько кусок стены, и я также желаю, чтобы нашим героям спрятать на них. Так? Что теперь? Будешь меня от этого хорошего стабилизма? Так, это местная королева. Как-то она, подозрительно, так хорошо сохранилась для своего возраста. Это, честь ли мини, ваше величество. И для меня, тоже. Так вот, это как он выглядит. Слай. Я скажу честно, вот это вот прямо звучит оооочень подозрительно. То есть, наши посты сняты, и вместо них поставлены какие-то левые люди. Кстати, вообще, может она культистка. Вот. Но даже без этого, идея сдать посты хрен пойми кому, особенно в феодальном государстве, ну такое. Прицелитесь к нашему празднику, ваше величество. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну а всем нужно отдохнуть. И всю защиту он просидел в этом кабаке, потому что я его никуда не брал. Я не знаю,Uно, я хочу у Besкровить тебя,очень. И мне не с ними готово честно, тут мы-хе-хе-хе-хе, и мне с нами не было смешно. Если праздник в небе смешно разбирался, как я нищий парень в небе смешно в людей, Там уже по-ху-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А вот мне как-то в английской версии сарказм особо не почудилось, но ладно. Я надеюсь под созданием, но я ввиду каких-нибудь мантикоров. Хотя вряд ли. Редактор субтитров Анатолий Корректор Анатолий Корректор Анатолий Корректор А.Кулакова А вот кто рассказчик этой истории? Итак. 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 Королева идет. Итак. Корректор Анатолий Корректор А.Кулакова А почему строение такое разреженное? Да. 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 Корректор Анатолий Корректор Анатолий Корректор А.Кулакова Анатолий Корректор А.Кулакова Ну, я понимаю, что наградой за сделанную работу является другая работа, но все же... Так, и робот пойдет с нами, похоже. Ладно. Так, а некоторым еще и уровень дали. А не... Это тем, кто остался дома. Понятно. А у остальных... У них нет источника силы, у них просто уровень. Ага. Вот здесь тебе бы вскрыть уязвимость на самом деле. Так. Так. И отвлекающие выстрелы. Ну, или... И пристрелочные выстрелы. То есть у тебя все понятно. И расщепленный выстрел. Ладно. Ну, и чем больше шкаф, то есть в целом здесь набор ясен. Что тебе качать? Так. 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 Что у уголька? Так. У уголька, очевидно... Так. Заговоры странствующего духа. Дополнительные силы. Что предлагают? Выбрать любой заговор. И использовать... Любой заговор по своему выбору. Прикольно. Так, безудержный смех действует на всех. Вот, на тебе, как я понимаю, нужно... Так, не стихийный шквал. Стихийный шквал потом у тебя первым шагом будет, видимо... Так, сейчас, здесь есть что-нибудь. Вот так, навыки специфические для класса. Нет, ничего. Там где, превосходство стихии. То есть, тебе, видимо, брать превосходство стихии огонь. А потом много заклинаний. Так. А у силы что? Наверное, он всегда готов. Понятно. То есть, мифический герой. И близко к небесам только для меня. Понял? Хорошо. Остальные ловлапаются по улучшенной программе... По сокращенной программе. Что же. В этом месте мы сделаем паузу. Всем спасибо за просмотр. Всем доброй ночи. Пока-пока. Остальные ловлапа... Продолжение следует...